Трофимовский Точка невозврата 15 октября. С этого дня должна стартовать большая работа в пять этапов, растянутых в течение одного календарного года. Понятно, что неудобства у жителей будут, будут серьезные неудобства. Мы должны решить вопрос, как мы будем вывозить людей из поселка Текстекло. Мы должны решить вопрос, как будут функционировать предприятия, которые находятся непосредственно близко к путепроводу. И как будут наши автолюбители двигаться по нашему городу. Действительно, эта улица у нас Шихордина в Московское шоссе переходит, это въезд в южные ворота города. Разработчик проекта реконструкции Трофимовского путепровода и институт проект МОСТ Реконструкция, его руководитель Виктор Морозов, показывает собравшимся, как предположительно будет выглядеть уже готовый объект. Но все же главный вопрос этой встречи – организация движения на время реконструкции. Первый этап – он лишь подготовительный. Второй – это уже демонтаж самого путепровода. С этого момента до окончания работ будет закрыто движение по участку на второй прокатной. На схеме он выделен жирной розовой полосой. На третьем этапе начнется реконструкция участка на Шихордина. Она будет закрыта. Этот период должен совпать со временем массовых отпусков и сокращения городского автотрафика с июня по август. Движение грузового транспорта будет идти по объездным дорогам, как на этой схеме, то есть по Буровой с переходом на улицу Панфилова до проспекта 50-летия Октября. А дальше – к развязке в районе Третьей дачной, либо со стороны Сокурского тракта, с выходом на Московское шоссе в районе Кольца, а также по проспекту Строителей и до Кольца Нии. Четвертый этап – это участки съездов с нового моста и участки на второй прокатной. Движение на данных территориях будет закрыто, но к этому времени уже должна быть открыта улица Шихордина. Шихордина движения, мы еще раз повторяем, всю зиму, всю весну, всю осень будет открыт. Мы скрываем, он только на два месяца оставляет две полосы за место четырех. И движение там, как и было в зимний период, в осенний, в леви, весенний, оно будет одинаковое. Пятый этап уже вообще не предполагает перекрытие участков движения. Что же касается общественного транспорта, то схема его движения также временно будет изменена. Через пункт дорожного плода автобусы в маршрут номер 6 будут осуществляться через путепровод на 3-й дачный. Далее в направлении техстекло автобусы будут двигаться по улице Шихордина через Кольцо Нии до пересечения как раз улицы 2-й прокатной. После выезда на улицу 2-й прокатной автобусы будут идти из дворца техстекло по улицам Измайлова, Загороднего, Ломоносова, возвращаться на улицу Загороднего и заканчивать маршрут на конечном остановочном пункте троллейбуса номер 5. То есть это идет дублирование как раз 5-го троллейбуса на улице Зеркальной. В обратном направлении движения будут осуществляться по улице Зеркальной, 2-й прокатной, Шихордина, Доптепровода на 3-й дачный. Что касается троллейбусного маршрута номер 5, то планируется продлить его до улицы Буровой с движением по 50 лет октября на улице Панфилова. В завершение встречи внимания собравшихся обратили на то, что в России подобные объекты давно уже заменены. Гарантия на новый мост порядка 100 лет. Редактор субтитров А.Семкин